Что объединяет экспертные оценки в разных странах? Прежде всего, это сдержанный оптимизм, который проявили эксперты из совершенно различных стран мира, и в Израиле, и в США, и в Евросоюзе, и в Казахстане, и в России. Этот сдержанный оптимизм во многом связан с позицией Ирана, который проявил необычайно гибкую позицию во время переговоров. И эта позиция была сверх ожиданий, которые изначально возлагались на иранскую сторону. Мне кажется, что правы те эксперты, которые считают, что это превышение ожиданий как раз и является причиной некого оптимизма, который сейчас демонстрируют эксперты в разных странах. Насколько искренен был Иран, проявляя такую гибкую позицию в переговорах, или это было всего лишь частью игры? Как бы то ни было, ответ на этот вопрос неоднозначен и неочевиден. Как бы то ни было, результат не виртуальных переговоров, результат вполне конкретный. И он сводится к тому, что переговоры будут продолжены и будут продолжены в ближайшее время уже в апреле. На мой взгляд, это очень серьезный мотив для оптимизма, хотя и сдержанного. Сегодня действительно прошел круглый стол по поводу ядерной программы Ирана и о переговорах по ней в Алма-Ате в конце февраля совсем недавно. И здесь собрались эксперты, дипломаты, специалисты по ядерным технологиям. И я могу сказать, что разговор произошел очень четкий, ясный. Были высказаны мнения и различные предположения того, как иранская ядерная программа может развиваться в дальнейшем, что нужно сделать, чтобы она всегда проходила в мирном русле, и как добиться того, чтобы были соблюдены интересы всех сторон, заинтересованных в том, что она была мирной. Затрагивались проблемы шестерки и переговоров ее с Ираном. Отмечалось, что следующие договоренности и встречи будут в Стамбуле и опять-таки в Алма-Ате в апреле этого года. Высказывались мнения о том, что до выборов президента Ирана все-таки Иран какого-то конкретного ответа на вопрос о том, как он будет развивать свою ядерную программу дальше, не даст. А когда окончательно будет сформировано правительство, это будет где-то только осенью этого года, и тогда следует ожидать каких-то новых предложений и развития этого всего процесса. Очень важно то, что именно Казахстан стал последнее время такой площадкой, на котором обсуждается ядерная программа Ирана, потому что Казахстан сам все годы своей независимости всегда заявлял о том, что он выступает за запрещение вообще в любом качестве испытаний ядерного оружия, не его разработки и всевозможного использования. И, насколько я знаю, представители иранской стороны доверяют в этом Казахстану, и поэтому они пошли на то, чтобы последние переговоры были проведены там, и следующие в апреле тоже. Я считаю, что это все очень правильно и положительно. И я думаю, что вот в таком ключе и все это и в дальнейшем должно развиваться. Некоторые вот западные представители заявляют о том, что вот Иран вот-вот может создать атомную бомбу. Все-таки, я думаю, нет. На данном уровне развития его ядерных технологий этого не может быть. Действительно должно пройти только 7-8 лет, чтобы создана была даже не бомба, а Иран мог подойти к ее созданию, что ли. Потому что даже если у него будет обогащенный на 90% уран, из которого можно будет создать атомную бомбу, саму бомбу создать тоже надо приложить очень большие усилия, и еще дополнительные технологии надо применить. Иран. 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 Иран.